Здравствуйте, я Лилия Игликова. Так что же продемонстрировало выступление Касымжу Марту Тукаева в Петербургском международном экономическом форуме? Будем говорить сегодня с политиком-экономистом Петром Своиком. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Процитирую заголовки, которыми пестрят СМИ в последние дни. Сначала возьму наши, казахстанские. После петербургского форума рейтинг президента Казахстана взлетел вверх. Что стоит за громкими заявлениями Тукаева? Ну это примерно в подобной риторике все наши СМИ высказались уже. Российские. Тукаев снова унизил Путина. Китай все больше поддерживает Казахстан. Разбор от Пиантковского. Зачем Тукаев унизил Путина на экономическом форуме в Питере? Ушел от прямого ответа на вопрос о спецоперации. Тукаев в Петербурге повторил позицию Нурсултана по ЛДНР. Но это Азаттык уже в своей обычной методике изложения материала. И здесь у меня, конечно, возникают вопросы, за кем Касымжумар Тукаев мог повторить официальную позицию Казахстана, когда он стоит во главе. И от наших аналитиков. Если Казахстан признал бы их, имеется в виду ЛДНР, то сразу попал бы под западные санкции, которых мы не выдержим. Хотелось бы задать вопрос вам. Почему так разнонаправленная риторика понятна? По вашему мнению, все же, что это было? Это было чрезвычайно символичное, показательное и перспективное демонстрация особой, эксклюзивной, можно сказать, роли Казахстана в будущей, в идущей сейчас евразийской интеграции. То, что президент Казахстана оказался единственным не просто гостем в этом ранге, потому что там чуть ли не весь мир был представлен в форме делегации, а вот глава государства был там единственным, государство Казахстана. И такой партнер вполне устроил главу России, а сам глава Казахстана тоже вполне вписался вот в такой парный диалог. Они вышли же вместе, то есть тут сама такая мизансена, демонстрация, они вышли вместе, они выступали подряд, они отвечали параллельно на вопросы и также дружно закончили. Вот это самое главное, что тут продемонстрирована особая роль и единство Казахстана в этой ситуации. И совершенно четко продемонстрировано, что Такаев Путину, если уж так брать личностные отношения, не соперник и не противник, а союзник. А ко всяким разным добавлениям к этой главной основе, ну можно относиться по-разному. Кто-то цепляется за поверхностные проявления, потому что не может ухватить глубины, он ее не понимает. Поэтому для него важно, вот что там президент Казахстана, какой отлуп дал Симонин. Кто-то специально раздувает именно эту часть, для того, чтобы не касаться глубины. Но, повторяю, это все вторично. А первично то, что они хором сказали. Они хором сказали, что, внимание, однополярной глобализации приходит конец, что теперь мир уже многополярный. Давайте добавим, что такое наш местный полюс. А это Евразийский союз, и это некий союз, в котором находятся и Россия, и Казахстан. Не только они, но они в нем находятся, оба президента это сказали. И это значит, что других полюсов, ну они еще пока остаются, но другие полюса будут уходить. И остается только вот этот Евразийский блок, интеграцию в котором надо углублять. Я цитирую президента Казахстана. Вот от кого-то эти слова отскочили, потому что, еще раз повторяю, у очень многих поверхностное сознание. И это нормально. Люди живут сегодняшним днем, сегодняшними новостями. Вот что-нибудь такое цыплястое было сказано? Ой, вот давай это комментировать. Сказано-то, братцы мои, было, что мир, прежний мир заканчивается, и наступает совсем новый мир, на который надо реагировать. У кого-то тяги не хватает это понять, а кому-то надо изо всех сил увести внимание от этого и погрузить в какую-то второстепенную ерунду. Полюса, я так понимаю, уже начинают вырисовываться. Но если это так, то вот следующий вопрос. Почему, по вашему мнению, форум международный, экономический, и были представлены многие страны? Почему же на уровне президентов присутствовал только Касым Жумар Тукаев? Без президента Белоруссии хотя бы вот как смог обойтись этот форум? Ну, скорее всего, так получилось. Ну, я вам скажу, я же не знаю подробностей, а наверняка там куча подробностей. Вот. Но если смотреть со стороны и аналитически, и смотреть глубину, то я повторяю. Значит, к союзному государству Россия-Беларусь, там в присутствии Лукашенко или без присутствия Беларусь там, и это пока еще полусоюзная, потому что Лукашенко, он понятно, какую политику ведет. Вот. Он типа союзник, но и не союзник, и вообще, ну, с Лукашенко все понятно. И вот появляется Казахстан. Ну, как появляется, он всегда был Казахстан, но вот в данный момент был продемонстрирован всему миру диалог партнерский, союзнический, неконфронтационный. Если кто-то и думает, что даже хотел бы что-нибудь такое найти, там кто-нибудь оговорился, как-нибудь что-то нечетко произнес, конфронтации не было. Было партнерство на предмет того, что в этом новом, теперь уже не однополярном мире надо жить вот в таком новом формате. Вот. Это самое главное. Мог туда что-нибудь Лукашенко добавить? Ну, может, и мог, а может, и не мог. Я еще раз повторяю, российско-казахстанский диалог состоялся на высшем политическом уровне на этом форуме, и это самое главное. Понятно, что для президента России участие президента Казахстана было очень важным на этом форуме. Что, в первую очередь, важно для Касамжомарда Тукаева в этом мероприятии, по вашему мнению? Многие аналитики высказывают позицию, что для него было важным скорректировать свой имидж как самостоятельного политика. Какие такие аналитики? Аналитики, которые копаются в имидже, это, ну, кто они там, имиджмейкеры какие-нибудь. Значит, аналитика, еще раз повторяю, состоит в том, что мир меняется. Мы даже отжили 30-летие ельбасизма, вот этого Нурсултаната, который строился 30 лет и в котором еще мы пока пребываем, но этот Нурсултанат заканчивается. И для президента Казахстана очень важно, он же это не может не понимать, и судя по целому ряду его высказываний, он понимает это. Вот, очень важно как-то плавно из этой эпохи, не отрехая ее прах с ног, хотя кое-какой прах уже начал отрехаться и правильно, ну так, аккуратно, вот, войти в новую эпоху, не сделав очень, не совершая больших ошибок, не слишком торопясь, но и не запаздывая. Вот в чем проблема сегодняшней ситуации. Вот, а наша общеказахстанская, я бы сказал, проблема, это все-таки периферийность сознания, ну вот такая провинциальность сознания. Ну не дошло еще, что когда вот мир раскололся, а он уже раскололся, то есть он еще не разделился, он еще не разделился. Евразия, большая Евразия еще не сформирована, но это уже раскол, это уже те трещины, по которым пойдет дальше разделение, но никак не срастание по новой. Наши почему-то вполне пребывают в старом мире и еще не понимают, что то новое уже образовавшееся место Казахстана, оно связано с Россией, да хотя бы чисто физически, трубами, нефтепроводами. Еще раз повторяю. Казахстан пророс в Россию нефтепроводами, железными дорогами и портовыми терминалами, мимо которых ты ничего не продашь. Ну в Китай немножко можно продать, вот, а все остальное идет не в Россию, но через Россию. Вот, и мы на этой стороне, мы уже на этой стороне, можно сильно не любить Путина, можно сильно бояться российской там агрессии, всего что угодно. Это, пожалуйста, и даже какие-то основания к этому есть у кого-то, вот. Но мы на этой стороне, все те неприятности, которые уже случились с Россией и дальше будут усугубляться, они будут усугубляться к осени, к зиме. Мы будем иметь, ну мы это, на всем этом пространстве, в России в первую очередь, а к нам это тоже приходит автоматом, дополнительные серьезные трудности. Рост цен, уменьшение наполнения рынка, потеря рабочих мест, понижение платежеспособности населения, это все, всем букетом будет. Вот, и чем хуже в этом смысле будет Россия, кто-то желает ей вообще проиграть, тем хуже будет нам. И чем больше будет выигрышей в этой новой политике, тем больше будет выигрышей у нас. Другой вопрос, что если мы будем играть в эту игру, а не делать вид, что мы вообще тут ни при чем, или наоборот, что мы симпатизируем другой стороне. Эй, вы на этой стороне, на другой стороне те, кто на той стороне, у кого есть свой интерес. Вот, причем я считаю, не считаю, я знаю, убежден, что та сторона проигрывающая, исторически сейчас выигрывающая евразийская сторона. Ну так, а мы на ней? Мы физически, географически, исторически, информационно-политически мы на ней, а вот этих наших послушать, ваших аналитиков, так мы вообще непонятно где. Но только не здесь. А где мы тогда? Ну пусть тогда ткнут пальцем, чья часть мы, если не евразийская, чья? Пусть скажут определенно. Ну давайте тогда поговорим о симпатиях, раз уж вы затронули эту тему. Давайте признаем, что пока Казахстан все-таки не с Россией. Даже если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, то постоянно делаются акценты на том, что этот союз только экономический и никак не политический. Об этом говорится много, причем на всех уровнях. Давайте заглянем в учебники истории Казахстана. Сейчас наши дети учатся на том, что Казахстан был колонией России. Перечисляются признаки колонии. И это никто не пытается даже оспорить. Ну вот вопрос. Если Казахстан был колонией России, то получается, что это исторически уже часть России. Это первый аспект. И второй. Если Казахстан был колонией России, то теперь он чья колония? Хорошо. Только я вопрос разделю на два, потому что они, в принципе, совсем разные. Вот, прежде чем говорить о колониализме. Значит, вот Евразийский союз, который в форме таможенного союза, потом Евразийского экономического союза, действует там, ну где-то с 10-го, с 11-го, с 12-го годов. Вот Киевский Майдан, почему произошел? Это как попытка Украину вытащить из этого союза. Вот. Он, да, экономический, в названии так сказано, и все, как заклинания там наверху произносят, что это экономика без политической составляющей. А какие главные органы в этом экономическом союзе? Значит, Совет глав государств, высший орган этого самого экономического союза, он тоже экономический этот орган. Вот, когда главы государств собираются на своем совете и решают все вопросы этой экономической интеграции. Евразийская экономическая комиссия, которая состоит из, внимание, союзных министров, это их официальные названия. Ну, они там члены коллегии, ну, по направлениям. Кто-то отвечает за это, кто-то за это. Вот эта вот вся коллегия, состоящая из союзных министров. Это экономический орган или политический? Ну, если люди совсем не понимают, тогда пускай считают, что это экономический орган. Это же галимая политика. Вот. Эти органы принимают определенные решения. Под ними тоже есть еще структуры. Они принимают определенные решения. Да, консенсусом принимают решения. Это вообще экономический метод принимать решения консенсусом. Это чистая политика. Но есть же аксиома, что экономики без политики не бывает. Конечно. То есть, чего не хватает в этом евразийском экономическом союзе, если говорить только об экономике без всякой политики? Там не хватает представительного органа. Вот и все. То есть сейчас пока весь Евразийский экономический союз, который, конечно, есть политический союз, к нему так все и относятся, американцы изо всех сил пытаются помешать этому союзу именно как политическому образованию, он только по линии исполнительной власти. Президенты формируют, главы правительств там каких-то своих представителей направляют, там вице-премьеры встречаются, какие-то вопросы разруливают. А кого не хватает? Депутатов, представители, органы. Хуже будет, если в этом Евразийском экономическом союзе, а давайте до конца жизни, до 50-го года твердить, что это только экономический союз. Ну никакой политики, и там никогда не будет политики, там будет одна экономика. А помешает ли этой экономике, если дополнительно к чиновникам, а почитая нашу прессу, всегда наших чиновников ругают за то, что они не умеют договариваться, что они проигрывают, что они всегда слабая сторона, ну так добавь туда депутатов, пускай они огрызаются и добиваются своего интереса. То есть в этом, это давно уже политический союз на самом деле, и там чего только не хватает, это, ну скажем так, демократизация большего представительства. Уже не самих чиновников, а представителей. Ну депутаты сейчас пока не очень народ представляет, но тем не менее, все-таки парламентские партии это немножко более представительная организация, чем чисто министерский аппарат. Теперь насчет колонизации. Ну давайте, если в нынешних учебниках пишут, что Казахстан был колонией, и так, там по датам же все расписано. Вот сначала внутренняя орда, будущий младший жуз вошел в подданство Российской империи, потом большая часть родов старшего жуза, это все какой-то 19 век, там добровольно, не очень добровольно, но тоже вошла в состав Российской империи. Вот, но вообще это была военная операция Российской империи против Коканского ханства и Бухарского ханства. Ну хива там чуть подальше, тоже ближе к Туркмении. Вот, это были военные операции, ну такие они были полувоенные, полумирные, потому что кто-то так входил, а кто-то так входил. Ладно, завоевали. И это колония, ну это же тоже часть этого исторического пространства. А что такое колония? Колония это некая часть общей системы, которая чем-то отличается от системы. Ну, в основном считается, что меньшей развитостью отличается. Не будем говорить про культуру, про язык, это тут выше-ниже нету, тут каждая культура, каждый язык, он сам по себе важен и ценностен. А экономика? Колония это значит отстала экономика. И колония это то, что эксплуатируется митрополией. Где-то совершенно открыто и я бы даже сказал нагло, например, Британская империя была совершенно наглой, бессовестной колонией, которая прямо своими законами запрещала промышленное развитие в той же Индии. — Колонизатором? — Где-то, вот скажем, Царская империя, Российская империя, а потом СССР. Ну, кому хочется, называя это колонией. Но, правда, вот тот СССР, это была такая колониальная держава, которая вытаскивала ресурсы из своего центра, а ресурсов всегда было мало. СССР жил в страшно напряженном и очень дефицитном по всем параметрам историческом времени. Время существования СССР, за исключением там вот этих последних брежневских лет, это сплошной стресс. Но так СССР все равно с самого начала в таком своем качестве вытаскивал ресурсы из центра и распределял их по национальным окраинам. То есть, если уж там кому хочется называть это словом «колония», то колонии получали ресурсов больше, чем какая-нибудь тамбовщина или рязанщина. Вот. Такая уж трагедия для вот этих национальных окраин советских республик было то, что центр так с ними поступал. Сильно понастроил разных там заводов, создавал инфраструктуру и так далее. Недостаточно, но я повторяю, сама российская глубинка имела гораздо меньше. Вот. Очень много потеряли союзные республики тем, что у них появился общий язык общения между собой, общее информационное пространство, общая идеология. Вера в коммунизм, она сейчас отменена, но на самом деле это все вернется. Ведь что такое коммунизм? Это социальная справедливость. И вообще это много чего из того, что в Советском Союзе не всегда выполнялось, но с точки зрения декларации это были лучшие идеологические посылы, устремленные в будущее. Так что если кому-то хочется считать себя колонией, я с этим не согласен. Но, пожалуйста, в учебниках написано, значит, историки, которые пишут такие учебники, они не столько историки, на мой взгляд, сколько обслуга. Вот. Ну, будет дана другая команда, дай бог, и будет написано более адекватно историческим обстоятельствам. В любом случае, Евразия — это то, что еще со времен Чингисхана, со времен Золотой Орды, в которой Москва была провинциальным улусом. Вот. Это было общее историческое, ментальное, какое угодно пространство. Вот. И сейчас, после того, что такое был Нур-Султанат? Нур-Султанат — это из той же оперы, что и независимая Украина, что независимая Грузия, независимая Молдова и так далее, и так далее. Это когда СССР распался совершенно сознательно, сознательно, по одной, вмененной извне, методичке, делили все и убирали все общее в расчете на то, чтобы это общеобще исчезло. Чтобы это исчезло, и чтобы в каждой отдельной союзной республике было написано про то, какие они были раньше колонии. Вот. А сейчас наступает другое время. И меня вообще тревожит, я понимаю, что так по-другому-то и не могло быть, но меня тревожит, что местные наши элиты, они вот маленько провинциальные, они вторичные, они пытаются уцепиться за то, что уходит, и напрочь не видят то, что приходит. Петр Владимирович, вы сказали, назвали два признака колонии — это слабая экономика и внешнее управление. Что вы можете сказать о нынешнем Казахстане? Классическая колония. Вот классическая колония. И очень правильно в свое время ее определили как многовекторная. Вот загибаем пальцы. Ну, Россию на последнюю оставим на закуску. Хотя метропольная роль России для Казахстана и сейчас главная. Ну, я просто добавляю то, чего никогда не было. А вот последние 30 лет появилось. Мы 100% в монетарном смысле и где-нибудь под 90% в идеологическом смысле колония США. Всех постулатов, всех принципов, в том числе тех принципов свободного рынка, там конкуренции, которые у нас на самом деле не работают. Мы колония именно потому, что есть некая колониальная версия вот этой всей экономикс, которую учат в престижных западных университетах и потом распространяют для таких стран третьего мира. Мы, у нас большая часть элиты, а те, которые реально вставлены в процесс управления, они, можно сказать, 100%, верят в плавающий курс тенге, в том, что государство должно уходить из экономики, все должно быть частным. То есть верят в абсолютную колониальную, ну, чуть не сказала, билиберду. Она как раз не билиберда, а чрезвычайно эффективный способ управления вот такой колонией через мозги вот и самих вот этих вот, которые вставлены в эту систему управления. То есть в монетарном смысле мы 100% колония Америки. В ресурсном, в экспортном сырьевом смысле мы кто? Мы, ну, колония, не колония, предаток Европы через Россию. Все, что идет в Европу, идет через Россию. Вот. Что еще очень важно? Это не только туда сырье идет, оттуда идут так называемые иностранные инвестиции и кредиты. Больше всего по этим самым любимым нашим правительствам, иностранным инвестициям и кредитам мы зависим от Европы. В результате у нас очень хороший торговый баланс, потому что мы туда продаем очень много сырья и покупаем относительно мало качественных, но дорогих европейских товаров. У нас великолепный торговый баланс с Европой. И у нас катастрофический, разрушительный для нас баланс доходов иностранных инвесторов и кредиторов именно с Европой. Именно с Европой. То есть мы, конечно, сырьевая и монетарная колония Европы. Мы придаток экономики Китая. Причем такой у нас чисто по торговле экспорт-импорт примерно сбалансировано. Мы гаунем туда сырье, оттуда покупаем ширпотреб, более-менее баланс. Но Китай тоже в нас меньше, чем Европа, но солидно инвестирует. Мы живем на китайских кредитах, и, соответственно, китайские инвесторы и кредиторы выкачивают из нас свою законную часть колониальной выручки. Вот так будем говорить, метропольной выручки. В результате у нас общий баланс с Китаем, проигрышный. Теперь наша любимая Россия. У нас катастрофический торговый баланс с Россией. Катастрофический. На форуме и Путин, и Такаев просто смаковали, что у нас рекордный товарооборот в этом году. И еще особо гордились тем, что вот в этом году он еще вырастет. Вот Симоньян там даже прикинула быстренько по пропорциям, сказала, что он там в полтора раза будет в этом году больше. Да, это так, но из этого общего товарооборота у нас экспорт в Россию примерно в два раза меньше, чем импорт из России. В результате у нас убийственный, могу сказать, по арифметике, вот этот рекорд прошлого года, 10,5 миллиардов долларов минуса в торговле с Россией, с братской Россией. Но слава богу, Россия в нас гораздо меньше, чем все инвестируют. Мы почти не имеем российских кредитов, соответственно, вывоза доходов по этой линии в Россию нет. Ну, гораздо меньше. Вот. Суммируем. Казахстан уже целый ряд лет на доходах иностранных инвесторов и кредиторов теряет больше, чем наторговывает на сырьевом экспорте. Мы в минусах. Мы в минусах. Большое спасибо братьям-американцам, большое спасибо братьям-европейцам, китайцам и братьям-русским тоже. Потому что в сумме это минус. По российской линии это минус через торговлю. По всем остальным линиям это плюс через торговлю, но капитальный минус через иностранные инвестиции. Приехали. Мы колония, но мы колония многовекторная. Мы колония многовекторная. Мы колония многовекторная. Чтобы будущие историки написали об успешности антиколониальной борьбы Казахстана. Что надо сделать? Как мы можем переходить из колониального качества в нормальное, скажем так, в суверенное качество? А суверенитет в современном мире это что такое? А суверенитет в современном мире? Это миллиард человек или хотя бы полмиллиарда человек. Это научно-технический потенциал, это платежеспособность населения, это свои собственные системы образования, здравоохранения. Это способность запускать свои космические корабли, а если надо, то и баллистические ракеты делать, начиненные чем полагается. Это способность производить свои самолеты, свои суда, свои пароходы, тепловозы и так далее. Что теперь падает на долю России, вот сейчас, после войны на Украине и после ответной объявленной санкционной войны? Два процесса. Первый, это срочно, как угодно, но затыкать дырки в этом экспорте, который сейчас санкционирован, и создавать параллельный экспорт. Ну, кое-что через Казахстан, тут нам тоже есть некое место, но это все ерунда. Мы тут только промежуточная часть. Россия будет на этом очень сильно еще проседать вниз, будет у нее большие проблемы с этим. Потому что на самом деле все же не заменишь, и будут останавливаться и производства, будут серьезные социальные напряги, и у нас это все будет. Второй процесс. Вот из того, что однополярность закончилась, и всемирное разделение труда переходит в разделение труда по макрорегионам, в каждом макрорегионе, а это у нас он называется Евразийский союз, там большой или маленький, но это Евразийский союз, будет свое разделение труда внутри этого региона. Казахстана. И будущее как России, так и Казахстана зависит от того, смогут ли тут через 5, через 10, через 15 лет летать свои самолеты, ходить свои поезда и запускаться свои спутники. Вот. Россия, хочешь не хочешь, будет решать эту задачу. Вопрос. А Казахстан ее будет решать? Казахстан, что надо, какие условия должны появиться в Казахстане, чтобы здесь вот сам Евразийский центр решил, что пожалуй мы обопрем на это место самолетостроение. Потому что есть легкий металл, есть дешевая электроэнергия, и мы пожалуй большую часть своих самолетов будем выпускать именно на предприятиях Казахстана. А еще мы обопрем сюда электроэнергетику, и в частности атомную, не только, но и угольную, и атомную, потому что есть соответствующие ресурсы, есть соответствующая потребность. А главное, это наша часть. Никто там не будет желать нам проигрыша, никто не будет напрягаться по поводу того, что мы должны сохранять свою независимость. Суверенная независимость отдельно взятого Казахстана сейчас, это стопроцентная гарантия колониального положения. Стопроцентная гарантия колониального положения. Вся наша перспектива состоит в том, что мы из многовекторности, однополярной, глобальной многовекторности, можем благополучно переползти, если будем себя вести так, как ведут наши некоторые провинциальные элиты. Слава богу, у нас президент другой, а элиты вот они, они демонстрируют свою полную провинциальность. Мы переползем в двухвекторную провинцию России и Китая. Ведь эти макрорегионы, которые сейчас формируются, они же будут между собой взаимодействовать. Это же не железный будет занавес и не линия артиллерийского соприкосновения. Это будут нормальные буферные промежуточные зоны, в которых тоже будут жить люди и нормально будут жить, мирно, благополучно и так далее. Западная Украина будет такой буферной зоной между Евразийским союзом и тем, что останется от Европейского союза. Много чего останется, потому что Европа тоже исторический субъект, она никуда не исчезнет. Вот где-нибудь по границе Польши, между Польшей и Западной Украиной, это будет вот такая буферная зона между Евразией и Европой. Что-то будет свое иметь, но она никогда не будет допущена, эта буферная зона, к важным технологиям. Космическим, машиностроительным, энергетическим. Нет. Там люди будут землю пахать, что-нибудь тоже полезное делать, какие-нибудь услуги, какие-нибудь курорты. Все будет замечательно, шампунем будут мостовую мыть, будет красиво. Но это будет периферия. Казахстану тоже вполне светит роль периферии, полурусской, полукитайской. Но ни Китай не будет здесь строить свои ключевые производства, ни Россия не будет строить. Да зачем рисковать? Завязываться можно только со своими. То есть вот какой судьбоносный выбор сейчас у нас. И когда Такаев на этом форуме в первых строках своего выступления произнес о углублении и Российской интеграции, он это имел в виду. А стали цепляться к каким-то совершенно несущностным моментам. Петр Владимирович, Вы описали глобальные процессы, которые происходят в мире. Может быть, все выглядит достаточно естественно, если смотреть с уровня повыше. Но в действительности это очень болезненные процессы, если взять хотя бы войну на Украине. По сути дела, это же братоубийственная война. И здесь мы говорим не об объединении, а наоборот о разъединении народов. Потому что пролитая кровь не будет забыта. Как, по Вашему мнению, выглядит Казахстан на фоне украинских событий? Ведь если брать уровень пониже, которого Вы сегодня коснулись очень мало, то это и достаточно серьезные провокации в адрес Казахстана. Это касается и биолаборатории, это касается и общей риторики казахстанских дипломатов, политиков. Это и вопросы национализма, здорового и нездорового. И это тоже нужно принимать во внимание. Это и вопросы экономических провалов Казахстана. Возможно, здесь ответственность можно возложить на власти Казахстана, но это уже детали. Да, Лили, это вообще самый главный вопрос. И на него простого ответа нет. Ведь единственное могу так, как бы в утешение сказать, что когда живешь в эпоху великих перемен, радуйся, по крайней мере, то, что это не совсем катастрофа. Когда разваливался Древний Рим, и Европа погружалась почти в несколько вековую дикость, опять возвращаясь с Римской империи в дикость, но мы это уже не очень помним, хотя тогда, наверное, тоже трагедий разного рода было много. Когда человечество корчилось во Первой, во Второй мировой войне, это просто рейки крови, поразительные. Холодная война, закончившаяся распадом социалистического лагеря, оказалась относительно бескровной. Сейчас идет гигантский передел мира. Способы и ковид, который вдруг очень удачно появился, для того, чтобы притормозить и начать делить мир относительно бескровно. И то, что война на Украине, это все-таки локально, это не война, это спецоперация. Тут бомбят, а тут торгуют. Давайте радоваться, что это бескровно. У войны на Украине два среза. Один чисто человеческий, ужасный, кошмарный. Это братоубийственная война, оправдания которой нет. И она в истории, в памяти останется народу. Второй, это освобождение исторической территории того, что когда-то называлось Золотой Ордой, потом Российской империей, потом Советским Союзом. Это освобождение исторической этой территории от очередной, не первой, возможно, не последней, очередной попытки Запада, сейчас в данном случае это Америка, Великобритания, и в пособничестве у них там всякие немцы с французами, закрепиться на этой не своей. Они не первый раз это пытались сделать. Они сейчас пытаются удержать этот плацдарм. Они у нее удержат. История идет своим чередом. В Казахстане есть тоже историческая часть, не будем говорить Российской империи, будем говорить Евразии. В Казахстане есть историческая часть Евразии. Есть ли здесь некий чужой плацдарм, который надо изгонять и, не дай бог, военным путем? А его нету. Его нету. У нас много чего говорится нехорошего в адрес Путина. Много всякой разной опаски в адрес России. Этого добра у нас много. А есть ли у нас вот прямо вот плацдарм, относительно которого у России не будет никакого другого выхода, кроме как принимать силовые варианты? Да и чей он может быть? Китайский что ли здесь? Нет. У России с Китаем, у Евразии с Китаем очень хорошие перспективы на все обозримое время. Европейцы, но они здесь нефть добывают. Они тут только нефть добывают. Вот, кстати, добыча нефти через считанное число лет будет переформатирована, потому что это будет евразийский рынок. Ну, американского плацдарма тут тем более нет. Ну, лаборатории есть, что там в них в этих лабораториях делается. Будем надеяться, что там даже нет военной составляющей. Там все насчет полезной биологии. Давайте так надеяться. Короче, ничего такого, с чем тут надо обязательно сражаться и применять жесткие меры, нет. Вот Такаев на форуме дал укорот некоторым любителям острых слов с той стороны. Ну, правильно дал укорот. Я вас уверяю, что дальше вот такого словесного обмена, вот эти ваши задиристые заголовки в СМИ, вот, дальше этого не пойдет, потому что здесь серьезного присутствия какой-то другой силы, которую надо было бы теснить, нету. Здесь, пожалуй, просто чуть-чуть мозги надо прочистить на предмет того, что если мы сами не будем частью евразийской интеграции, не будем ее ускорять и не будем доказывать свое право и свое место в этой интеграции, то мы все равно в ней останемся. Только останемся на заднем дворе некой провинции и опять будем писать что-нибудь про колонизацию. Ну, не хочешь вылезать из колониального состояния, но оставайся в нем. Петр Владимирович, ну согласитесь, что внутренние серьезные политические процессы в Казахстане идут. Мы совсем недавно отошли от двоевластия, которого официально у нас не было. И можно перечислить, наверное, три ступени, которые прошел действующий президент в формировании своего положительного имиджа. Это январские события. Первый шаг, потом отстранение семьи и борьба с коррупцией. Второй шаг и третий, начало, скажем, третьего шага, это как раз выступление на экономическом форуме. И сейчас можно ли уже говорить о том, что национальные интересы Казахстана наконец-то будут защищаться со стороны властей Казахстана? Градация, правильно, я согласен. В январе Такаев показал себя настоящим лидером. Да, что-то ему приходилось говорить в стрессовой ситуации. И опираясь на ту информацию, которую ему докладывали и насчет 20 тысяч боевиков, и насчет отрезанных голов. И не все из этого подтвердилось. Это не его вина. А главное, что он действовал вполне адекватно той ситуации. Все. С этим мы договорились. И вплоть до форума. То есть важно не насчет признания, не признания ЛНР, ДНР. Это официальная позиция Казахстана давно известна. И понятно Кремлю. И не встречает сопротивление. А вот то, что он говорит насчет интеграции. Но настолько ли все гладко? Нет. Нет. Потому что сейчас самому Такаеву и приходится вести себя многовекторно. Потому что вокруг него, к великому сожалению, нет тех, кто мог бы грести в правильную сторону. Вот, к сожалению, нет. Национализма, изоляционизма, прозападности, неспособности выдать в правительстве никакого программного документа адекватного ситуации и вызовам, а способность только одно и то же долбить бесконечно по уходящим канонам. Вот. Это налицо. Вокруг Такаева совершенно очевидно нет того слоя элиты. Вот тех, которые там насчет Кантара, насчет расстрела мирных протестующих и так далее. Вот этим интернет заполнен. А понимание ситуации и куда все идет, и что с этим делать, нам остро не хватает. Вот. Как президенту лечить наш какой-то такой органический даже провинционализм? И, ну, не знаю, какими еще словами, давайте вежливо скажем, значит, для того, чтобы из страны третьего мира выкарабкиваться, качество элит надо повышать. А кто их будет повышать? Только сами элиты могут его повышать. За них этого никто не сделает. Спасибо вам за интервью. До свидания.